Получил от вас хорошо упакованные серединки. Значит, это Рычков Юрий прислал. Наверное, та его. Все нормально, почтовый конверт снял. Осталась ваша упаковка. Внимание, пленка, ткань и пленка. Видели, как надо упаковывать? Пленка, ткань и пленка. Все-таки в таком виде упаковки можно хранить до весны? Нет. Или нужно упаковать плотный полиэтилен? Да. У него не плюс, а место. Или хранить прямо по своему конверте? Нет. Расшифровываю. Итак, дело в том, что чтобы хранить до весны, нам нужно, чтобы они, первое дело, не перегрелись. Все, что может, перегревается, особенно когда полностью упакуешь, а не дышат. Они даже, там кислорода немного остается в упаковке, да? Вот. И продолжается процесс окисления. Это называется, в общем, дыхание. И тогда выделение тепла, а он полит, это не только полиэтилен, а еще и в тряпке моей. Тряпку убрать, понятно. Раз. Так. Но, опять же, не дополнительно упаковать, а просто плотный полиэтилен. Два. И я всем высылаю свои статьи и фильмы, и пока вынужден говорить коротко, потому что опять 160 вебинаров придется повторить сначала. А это еще четыре года. Я уж коротко. Хранить прямо по всем конверте, вот в этом, вот в этом, ни в коем случае нельзя, потому что там еще и две упаковки полиэтиленовая, а между ними еще тряпка сгниет. И еще у многих желаний оно дикое. А я проходил. Это в статьях было. А вы туда напихайте мокрый тряпок. Сгнивает сто процентов. Особенно сгнивают абрикосы, черешни. Так, еще что? Груши. Вот. Яблони покрепче, вишни покрепче, они вообще влагу лучше делаю. Но лучше не рисковать.